Итак, дорогие мои, этот фильм посвящен вам, участникам форума Великорг. Почему именно вам, а никому другому? А потому что дальше все понятия, которые я буду использовать, будут понятны только вам. Я выехал сегодня на Тиюль. Это соло Тиюль, сольный. Поскольку неожиданно выдался отпуск, о котором я еще не подозревал два дня назад. Я вдохновленный успехами Люпуса. В продвижении понятия «один человек» и «пустыня», «один человек» и «поход» решил повторить этот подвиг. Хотя подвиги мои, конечно, сравниться с подвигами Люпуса, как подвиги Геракла с подвигами Великута. Я отдаю себе в этом отчет. Это ручейки Солон. Вода здесь бывает очень редко. Только зимой, после дождей. Вот такой даже водопадик, как видите. Я не мог поехать мимо. Еще сегодня утром я ехал на работу, но так и не доехал. Объявили за Бостоку. И мой неожиданный отпуск начался. Я не просил вас, товарищи, не пускать меня на работу. Поэтому могу делать все, что хочу. И решил я отправиться путешествовать. Но не так, как Люпус, который обрось посреди пустыни с картой и с компасом, а может быть даже и без. Он всегда найдет дорогу. Я поехал по хорошо знакомому маршруту. Первому, который мне пришел в голову. Который проезжаемый. Дождливую погоду. Вы узнаете. Тот, кто был, это нахеркий салон. Это его ворота. Характерный. Маршрут не сложный. Но очень красивый. Вперед. Вот такая идиллия. Речка, водопад. Природа, деревья. Не хватает только уточек. Ну что ж, может и попадутся по дороге. Как сказал он, Данхилы надо заслужить. Вот я пытаюсь заслужить. Но сначала мне придется забраться вот туда. Сами понимаете. Надо, Федя, надо. Вперед. Вот они, Моны. Какая красота. Анимоны, это колонио на иврите. Похоже очень на маки. Их часто путают даже с маками. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Мы с моим конем, как сказал Люпус Б. Продолжаем маршрут. Скоро будет. Самая высокая точка. 600 метров где-то. Над уровнем моря. Вот так это выглядит. Извините. Подъем, да еще и каменистый. Ну вот в лесу, оказывается, растут не только анимоны. Но такие вот чудесные цветы. Не знаю его названия. Очень красивые. Так я забрался на вершину мира. В данном случае на вершину Росалимских гор. И заслужил не только даунхилл, не только спуск, который будет приятный и продолжительный, относительно минут 20. Это не спуске Викондо или Ома по Индии. Вот. Он заслужил прекрасный, ароматный, вкусный, свежеприготовленный на природе чай. По традиции, которых Дизенгоф вел в наши ряды. Оказалось, что это очень приятно и вкусно. Так я решил не только приготовить чай, но и рассказать его секрет. Приступим. Самое первое. Нужно чайник. Чай с собой взять. Чайник. И горелка. Достается из сумки. Где берутся составляющие? Вот чайник на природе. Большой дефицит. Ну как достается? Секрет очень прост. Звоните Джазу и на следующую поездку на вас. А-ля, опа. Пожалуйста. Газия. Минуточку. Чашка. Остается еще проще. Звоните Дизенгофу. На следующую поездку на вас. Чай. Это отложен на поток. Горелка. Приобретается в магазине. По поводу горелки. На форуме Вели Корк. Написано около 20 страниц, если я не ошибаюсь. Поэтому добавить мне просто нечего. Читайте форум. Теперь по поводу чая. Просто купить обычный чай в магазине, во-первых, неинтересно, а во-вторых, не так вкусно. Чай. Нужен чай специальный из травы. Чай. 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 Прихоже soon. 2-ое право. Разочное. способ менее простой но еще более опасный потому что можно мухоморы принять тоже за чай и положить их туда поэтому третий способ это чай приобрести где его приобрести в магазине есть такие магазины называется тифта идешь туда там лежат все эти чаи выбираешь по цвету по запаху угадать невозможно они сами не знают из чего не готовят чай смешивают все что у них под руками а если там выкладывают это все на полочках потом если остается какое-то место они берут несколько чаев смешивать между собой получается новый чай таким образом покупается в тифтах сахар настоящие джентльмены и байкеры пьют чай без сахара в крайнем случае все грозит но не в этом не в этот раз спички обыкновенные покупаются в магазине одна спичка по цене целой советской коробки но мы себе это уже слава богу можем позволить и так когда вы все эти компоненты приобрели извините будылочка с водой самый необходимый компонент без которого чай не сваришь марик поправ меня если я делаю что-то неправильно очень важно найти что-то что-то есть но а но ждем так чайник закипает и вот мне пришла какая в голову мысль ужас посмотрите на меня саша паша мало что я не в велотрусах не в подгузнике я еще в простой вообще-то бумажной рубашке ну вообще не в байке правда надо дать должное перчатки на мне вот кипит следующий этап заварка самый главный секрет старого еврея вы знаете этот анекдот который очень жизненный не жалеет заварки да это будет вкус предвижу уже заливаю слюной пока чайник закипать пока чайник заваривается как сказал марик дизингов все должно быть медленно и тогда это будет хорошо я должен хорошо завариться и тогда это будет вкусно вы думаете наливаю чай получился хороший чай надо что парик сделать поженить еврейский представитель узбекского народа учил нас это делать вот так а какой запашок я вас приглашаю ребята какая тишина идеальная тишина очень редко может быть только в пустыне самому не хватит но этим чаем можно даже закусить не знаю что здесь какие-то ягоды очень пахучие я бы сказал даже сухари надеюсь что-то очень похожее на них чайок чай у меня тоже есть но почему-то не хочется хотя марик твой плов был бы здесь очень кстати несмотря на то что кушать сейчас мне не хочется но от одного воспоминания я уже заливаю слюной где ж ты марик долг за тобой не забудь так по моему это готово ой какой хороший чай ваше здоровье ну вот я продолжаю отдыхать и спуск займет у меня какое-то время и скоро конец путешествия вот этот вот этот нехилый даун я заслужил правда красиво